Девушки отдыхают Теперь у нас есть калашниковые в случае агрессии. Мы готовы защищать каждый холм, каждый дом и каждый угол. Это слова у Гачаиса. И бойцы национальной гвардии Венесуэлы готовы выполнить приказ президента. Эти дамы на машинках для гольфа едут по территории аэропорта, который на несколько дней превратился в гигантский супермаркет. Здесь продают самый ликвидный товар в мире. Президент Чили Мишель Бачилет и ее подруга, министр обороны Юан Буанлот, присматриваются к ракетам, вертолетам и самолетам. В технике наводят последний лог. Все как в обычном магазине, только цены здесь со многими нулями. Мы представляем здесь, конечно же, лучшие истребители. Нравится? Да, замечательный автомат, необычный. А это что за оружие? Это автомат для специальных войск. Главная задача продавцов оружия – заполучить первых лиц, завладить их вниманием и выгодно преподнести свой товар. В ход идут самые разные уловки. Израильтяне, съевшие на этом собаку, угощают гостей вином, нанимают актеров, одевают их в военную форму и устраивают настоящее шоу. Показ новейшей системы борьбы с террористами. Пользовали в Южном Ливане против Хизбаллы. Вы только представьте, как легко можно обнаружить и уничтожить террористов с помощью нашей системы. К тому же она не так дорога, как кажется, и очень эффективна. О том, что система стоит не один миллион долларов, пока не говорится, как и не показываются в рекламном ролике сраженные пулями террористы. Серьезные люди все прекрасно понимают. Русские здесь тоже играют по общепринятым правилам. Это симулятор вертолета. Позволяет научиться управлять этой машиной. Все очень просто. В Чили со времен Киночета предпочитают американское оружие. Но в последнее время Россия здесь чрезвычайно активна. Битва за Южную Америку только начинается. И первый ощутимый удар по конкурентам уже нанесен. Это контракт с Венесуэлой на 3 миллиарда долларов. Автоматы, самолеты, вертолеты. Абсолютный рекорд, который вызвал явное недовольство в Вашингтоне. Госдепартамент США был настолько взбешен, что даже применил санкции к Рособоронэкспорту, основному продавцу оружия в России. Те санкции, которые были введены Госдепом Соединенных Штатов, это результат недобросовестной конференции, я бы так назвал. И то, что Соединенные Штаты сейчас все это сделали, они прежде всего ударили по своим налогоплательщикам. Обязательные правила. Значит, оружие никогда не должно быть направлено в сторону стреляя... в человека. Когда-то иностранцы не могли мечтать о том, чтобы попасть на этот полигон. Секретный институт, где испытываются все виды стрелкового оружия, производимого в России. В свое время, прежде чем принять на вооружение автомат Калашникова, оружие подверглись самым суровым испытаниям. Надежность. Вот главный критерий. В боевой обстановке, если это какие-то интенсивные боевые действия, не всегда есть возможность технически обслуживать оружие. То есть чистить его вовремя, смазывать и так далее. Вот это обстоятельство тоже учитывается при испытании оружия. Есть так называемые условия стрельба без чистки и смазки в течение пяти суток. Этот человек надевает специальный костюм для того, чтобы войти в полевую камеру. Самое серьезное испытание и для конструкторов, и для оружия. Это одно из самых тяжелых условий испытаний. И вот вновь разрабатываемые образцы, ну, как правило, с первого раза не проходят. А некоторые вообще даже в процессе разработки, которые позволяют им пройти этот вид испытаний. Здесь хуже, чем в пустыне. Испытатель ждет, пока оружие покроется толстым слоем пыли. И нажимает на спусковой крючок. Засадой, может быть, некоторые из этих дорог называют эту нашу камеру крематорием, потому что там вот погибла какая-то идея, которую они вынашивали. Вслед за пылью вода. В этой камере она льет отовсюду. И снова безупречная работа автомата. Затем холод и жара. Он должен стрелять всегда. Он безотказный. Солдат и его оружие должны быть единым целым, как жених и невеста. Теперь у вас есть невеста. Вот она. Или жених, если речь идет о солдате-девушке. Это ваш лучший друг. Акас-иен-то-трес или Акас-103. Теперь это основное оружие венесуэльского солдата. Пожалуй, это первый случай в новейшей истории, когда Россия перевооружает целую армию. С точки зрения России венесуэльский контракт – это прорыв. С точки зрения Америки – сокрушительное поражение. Конкурентная борьба в торговле оружием почти всегда тесно связана с политикой. В результате этого поражения Москва получает санкции. Аминесуэльцы танцуют самбу у новенького вертолета. Любая выставка вооружения, где бы она ни проходила, начинается везде одинаково. Посетителям и потенциальным покупателям задают один и тот же вопрос. Не проносите ли вы с собой какого-либо оружия? Россия привезла сюда фантастический самолет МиГ-29 ОВТ. Тысячи немцев следят за его полетом. Разве такое возможно – лететь хвостом вперед или разворачиваться на месте? Зрители не скрывают своего восхищения. Даже комментаторы авиашоу поражены такой маневренностью. С управлением декором тяги Х-31, тоже только экспериментальный. Но у вас сухой уже строится в серии. Если я буквально информирован, можно так сказать, а вот это еще лучше. Русские небес гордости замечают. Все остальные истребители летают как могут, а наш МиГ как хочет. Пока зрители следят за пероидами истребителя с красными звездами на крыльях, торговцы оружием уже подсчитывают возможную прибыль. Итак, каждая машина – это более 30 миллионов долларов. Плюс обучение пилотов, сервисное обслуживание и запчасти. Причем этот шлейф иногда выходит дороже самих самолетов. Так что прибавьте сюда еще пару-тройку нулей в контракте. В общем, игра стоит свеч. Реальная работа на любой выставке скрыта от посторонних глаз. Лишний шум здесь не нужен. Гости, которые представляют для нас интерес, и они, и мы для них представляем интерес, приглашаются сюда. Где за чашкой кофе? Идет непринужденная беседа, где надо включать технические средства. И разговор уже идет предметный и профессиональный. Они продают этот товар по всему миру, не особо афишируя масштабы сделок. У этих людей военная выправка и дорогие костюмы. Их бизнес считается респектабельным, и они играют в него по своим правилам. Не допуская посторонних. На их товар всегда есть спрос. Они знают, сколько стоит любая война. Важнейший фактор – это кто продает и кому продает. То есть в торговле оружием продается на самом деле бренд. Бренд России, например. В то время как в Берлине оружие выставлялось на продажу в яркой упаковке, здесь в Вене собрались люди, призванные запретить его в незаконных продажах. Только что за этими дверями началось специальное заседание ОБСЕ по незаконному обороту легкого стрелкового оружия. Оценивать то, что было сделано, как это было сделано, насколько хорошо это было сделано. На первый взгляд это скучное заседание европейских чиновников, каких за год проходят сотни монотнех. Ничего сделать не удалось. Есть ли какие-то еще лазейки? Россия на этом заседании впервые поднимает вопрос о незаконном, с точки зрения Москвы, производстве автомата Калашникова в Европе. Самый известный советский, а потом и российский бренд, он еще и самый острадающий от подделок торговая марка. Дело в том, что те лицензии выдавались на ограниченный период времени и передавалось право на производство автоматов Калашникова только для использования внутри соответствующих стран для нужд собственных вооруженных сил. Теперь же ситуация такова, что порядка 12 стран в Европе имеют на своей территории компании, которые гонят по существу контрафактную продукцию, причем под демпингом, бросовым ценам. И более того, осуществляют передачи этих вооружений в некоторые районы конфликтов, что запрещено действующими договоренностями. Эксперты подсчитали, что ежегодно Россия в результате незаконного производства и продажи автоматов Калашникова теряет от 1 до 2 миллиардов долларов. Но даже не это главное. За десятилетия пиратской торговли за нашим национальным брендом закрепилась дурная слава оружия террористов. Его держат в руках палестинские смертники, когда зачитывают свои послания. Его поднимают вверх африканские повстанцы. С ним воюют маджахеды в Афганистане. Но ведь никто не задается вопросом, где был произведен этот автомат. В любом случае автомат Калашникова всегда ассоциируется с Россией, независимо от того, где он и в каких странах произведен. Начиная с 70-х годов, Советский Союз напрямую или в виде технологий поставил автоматы Калашникова в 16 стран. Советские специалисты строили заводы, контролировали производство автоматов Калашникова практически во всех странах социалистического лагеря. В Ливии мы построили на условиях под ключ большой современный объект, который может производить автоматы Калашникова. На Кубе с нашей помощью был создан объект по производству автоматов Калашникова. Ряду стран мы передавали лицензии, так называемые право на производство автоматов и документацию, имея в виду, что техническое развитие этих стран позволяло им самим по переданной документации создавать и осваивать производство этих автоматов. В результате из 100 миллионов автоматов, произведенных за эти годы, в России сделано только 18%. Когда СССР раздавал братьям по соцлагерю технологию производства Калашникова, никто не думал, чем обернется эта военно-техническая благотворительность. Калашников – надежное и простое оружие, которое пользуется прекрасным спросом. А раз есть спрос, будет и предложение. В советское время Болгария зачастую выступала посредником в торговле оружия между СССР и третьими странами. Если русским не хотелось напрямую поставлять то или иное оружие воюющей стороне, они пользовались услугами болгарских братьев. В результате болгары наработали неплохие связи в арабском мире, в Африке и в Восточной Азии. Теперь они используют их для торговли контрафактным Калашниковым. Стоит над горою Алеша, Болгария – русский солдат. Стоит он здесь больше 50 лет, крепко сжимая в руках знаменитый ППШ – пистолет-пулемет Шпагина. С тех пор, как Россия в очередной раз освободила Болгарию, многое изменилось. Эта страна – член НАТО. Россия для нее давно уже не старший брат. Стоит над горою Алеша, Болгария – русский солдат. Болгария готовит площадки под военные базы США а вместо ППШ современные болгарские солдаты держат в руках автоматы Калашникова – собственного производства. Автомат Болгарский. Болгарский? Угу. Похож на Калашниковый? А, абсолютно. Это Калашниковый, да? А почему? Болгарское производство. Отличается по качеству от остальных странных мира. По качеству и по технологии. Почетный караул армии Болгарии вооружен контрафактными автоматами Калашникова. Причем начальник караула даже гордится этим. Самое лучшее стрелковое оружие, которым вооружена наша армия – это автомат Калашникова. О чем тут говорить? Я сам видел, как грузовик проехал по автомату Калашникова, а потом из него все равно можно было стрелять. Болгария – член НАТО и четко следует всем рекомендациям командования блока. София – одно из первых, поддержала США во время войны в Ираке и даже направляла туда своих солдат. Эта страна добровольно сокращает военно-промышленный комплекс, так как НАТО настаивает на том, что закупать оружие надо не в России, а на Западе. Можно одним вопросом для русского телевидения? Попозже, попозже. В течение пяти лет Россия пытается уговорить Болгарию действовать в рамках международных норм и подписать лицензионное соглашение. Но пока безрезультатно. Болгарские чиновники уходят от ответа. Хороший автомат. Добрый автомат. Хороший. В России говорят, что Болгария выпускает контрафакт Калашникова. Вопрос на экономистерном. Это вопрос не к министру обороны, а к министру экономики. Они занимались этим вопросом, не министр обороны. Скажите, вы считаете лично, эта проблема существует или нет? Это вопрос исключительно торговых отношений, который решится благоприятно. Элегантный перевод вопроса к министру экономики не получился. Его замечала выставка, ушла от прямого ответа. Эти соглашения подписывались в разное время, в разных условиях. И сейчас надо их просто пересмотреть. Какие права имеет русская страна, а какие мы. Как раз эти соглашения Болгария пересматривать не хочет. Похоже, ее устраивает существующее положение вещей. Проходная завода «Арсенал». Именно здесь выпускают нелицензионные Калашниковы. В сердце Рожевой долины. Болгарская глубинка так похожа на российскую. Но журналистов из России здесь даже не пустили в заводской музей. Рабочие уверены, что выпускают именно автомат Калашникова. Хотя начальство обозначает свои изделия совсем другими буквами. Собираем Калашниковы, как и раньше. Правда, они теперь называются по-другому. На стенде «Арсенала» в Пловдии много посетителей. Некоторые из них почему-то не хотят попадать в объектив телекамеры. Как и сам господин Ибушев, директор завода. По сути, эта выставка – единственное место, где можно попытаться поговорить с руководством завода. Которая старательно избегает русских журналистов. Господин директор, можно один вопрос для НТВ, для русской телевидения? Почему вы педагогируете, не спрашивая? Не, ну мы просто хотели подойти, чтобы спросить разрешение. Я не вижу здесь недоим. Впрочем, это не мешает господину Ибушеву показывать свои автоматы министру обороны и иностранцам. Он уверен, что не нарушает никаких законов. Это фирма «Арсенал». Казалак. Казалак. Известная. Она находится в Казанлыке. Это лучшее стрелковое оружие, которое есть в нашей стране, а может быть и в мире. А у вашего завода есть лицензия на производство этих автоматов или нет? Российское разрешение? Разрешение? Все-таки а лицензия... Нет, это не те автоматы. У нас было на АК-47. Посмотрите, автоматы же похожи, да? Все-таки на ваш... Да, конечно, они все похожи на... То есть они здесь вот практически один... Возьмите АМ-16, тоже похож, имеет ствол, имеет магазин, имеет приклад, верно? Знаете, есть проблема, о которой все говорят... Я думал, что на МТВ будет интересоваться вообще от продукции «Арсенал», а не только от автоматов. А как это у вас нет? А что, не видите? Нет, здесь, по-моему, один автомат. Нет. Это по-вашему, да? Ну, скажите, пожалуйста, с вашей камерой, разве только автоматы производим? Нет, поэтому надо... Вы не спрашиваете о минометах. Это самые лучшие минометы, которые производятся. Да ради бога. А говорим только об автоматах. Потому что есть проблема. Проблема, которая заявлена в Москве. Поэтому мы не приехали в Москву, но вам задаем вопрос. Значит, есть проблема. У нас нет проблем. У нас нет проблем. Мы идем своим путем. О качестве стрелкового оружия болгарского производства можно судить хотя бы по примеру, свидетелями которого стали многочисленные иностранные военные наблюдатели. Наблюдайте стрелба по бронежилетке «Панцерфлекс-Д» произведена от фирмы «Брулет Атаналсу Физея Град Руссия». Полю пришлось доставать, стуча стволом по столу. Директор «Арсенала» так и не признался в еще более грубом нарушении правил торговли оружием. По международным законам, Болгария не имеет права не только производить. Но и продавать нелицензионное оружие третьим странам. Однако она это делает. Говорят, что именно эти автоматы сейчас на вооружении иракской армии. Я не могу сказать. Нет? Я не могу сказать. Сейчас очень много. Сейчас очень много оружия продается в Ирак. Производство «Арсенала» с протекцией американских вооруженных сил. Ты понимаешь это? Они производят новые изделия под другим именем. И получается маленькая дурная шутка. Потому что это оригинальный «Калашников», но под другим именем. Этот человек просил не показывать его лица и изменить голос. Стремительно меняющий курс на запад Болгарии сотрудничать с Россией становится действительно опасно. Если ты хочешь продавать оружие в Ирак, то надо действовать по определенной схеме. Если у тебя нет серьезных связей с американской фирмой, ты не можешь быть поставщиком оружия. Без протекции правительства тоже. Не так много фирм, всего 3-4 имеют право на поставки в Ирак. Американцы проверяют эти фирмы. Есть ли там кто-то из старых красных магикан. Тех, кто работал в советское время в этой области. Калашникова Эти кадры мы сняли, когда работали в Ираке. Автоматы Калашникова – основное оружие иракских полицейских и солдат новой, проамериканской армии. Патруль призывает иракцев разоружаться. Жители Багдада, к вам обращается американская администрация. Мы призываем вас сдавать оружие. Стоимость автомата Калашникова – 250 долларов США. И хотя для иракцев это огромные деньги, они предпочитают хранить Калашниковы дома, под ковром. Знаете, за что мы любим Калашников? За его надежность. Можно вот достать его из песка, встряхнуть, и он снова заработает. Этим иракским мальчишкам всего под пять лет, а любимая игра для них – собирать и разбирать Калашников. Сначала затвор, потом пружина. Так, молодец. Присоединяем магазин и на предохранитель. Война в Ираке еще раз доказала превосходство Калашникова над М-ш... Сержант Бартли из танковой дивизии США в Баакубе, это в 100 километрах от Багдада, учил когда-то русский язык и как смог, объяснил вам преимущество русского оружия. Калашников особенно ценится у нас танкистов. Он меньше М-16, прорезает в люк и вообще удобнее. Когда я вожу, иногда я люблю клышников, но я хорошо, но если я много металлов, я думаю, что М-16 лучше. На этой войне Калашников часто можно было увидеть в руках американских солдат. Война не полигон, здесь выбирают лучшее. Сделано в России. Кстати, патронов в магазине здесь больше, чем у М-16. Другой вопрос, откуда столько автоматов Калашникова оказалось в Ираке. Кое-какие арсеналы, конечно, остались от режима Саддама Хусейна, но большая часть, как выяснилось, поставлена в воюющую страну из той же Болгарии. В частных разговорах американские чиновники признаются, что недовольны качеством этих автоматов. Во время переговоров с представителями государственного департамента один из руководителей мне сказал, что якобы наше вооружение не очень качественное. Я говорю, откуда вы знаете? Он говорит, да, у нас вооружение есть российского производства, находится в Афганистане, в Ираке. Я говорю, а каким образом оно у вас появилось? Мы туда ничего не продаем. Мы вам не продали ни одного патрона. Он говорит, ну да, вот мы берем в Восточной Европе, где-то еще. Я говорю, ну конечно, вы собирайте, всю помойку европейскую собрали и хотите, чтобы это было вооружение качественным. Ведь оно неизвестно, каким образом хранилось, есть ли там запасные части и вообще действует ли оно. Некоторое время назад София выиграла тендер на поставку автоматов Калашникова в Ирак, заработав миллионы долларов. В этом не было бы ничего удивительного. А Болгария, страна НАТО, кому же еще штаты могут доверять? Если бы не один нюанс. Поставки оружия в Ирак контролирует правительство США. Таким образом получается, что деньги американских налогоплательщиков идут на финансирование выпуска поддельных автоматов Калашникова. Но самое интересное, о чем умолчали болгары, нам удалось узнать в Соединенных Штатах. Провести собственное расследование нас побудил сайт в интернете. Американская фирма Arsenal Incorporated предлагает к продаже автоматы Калашникова собственного производства. Рожденный в Болгарии сделан в США. Качество подтвержденное временем. Логотип болгарского арсенала на американском сайте остался практически в неизменном виде. Получается, болгары пошли еще дальше. Мало того, что они выпускают наш Калашников без лицензии, так они еще наладили его производство в Соединенных Штатах. Американский арсенал предложает покупателям весь спектр услуг. Продажа, инструктаж, заставка. Это оружие оправдает каждый вложенный цент. На сайте указан почтовый адрес фирмы-производителя. Западная Сахара-стрит, Лас-Вегас, штат Невада. По этому адресу и отправился наш корреспондент в США Антон Вольский. Доброе утро. Вы не знаете, где есть офис 50-15, западная Сахара? Здесь? Здесь все 50-15. Это должна быть компания Арсенал. Арсенал это здесь. Где? У них тут почтовый ящик. Ммм, почтовый ящик? А я думал, что это офис. Что? Где здесь? Комната, офис. Нет, нет, здесь только почтовый ящик, и он здесь уже лет 10. А вы не знаете, где они расположены физически? Я знаю, но не могу вам этого сказать. Они обычно получают большие посылки. Да, большие. А они уже здесь сколько, 10 лет? Ну да, лет 10. И вы уже здесь работаете в 18, да? Да, совершенно верно. Почему они не открывают свой обычный адрес? По причине своего бизнеса. По всей видимости, не хотят огласки своих личных данных и бизнеса. Так поступают многие из тех, кто абонирует у меня ящик. Это часть договора о безопасности, который вы с ним подписали? Че? Да. Они работают с правительством? Я не могу вам этого сказать. Через несколько минут нашему корреспонденту удалось связаться с таинственным офисом болгарской фирмы в США. Алло, это Антон, российское телевидение. Есть ли у нас возможность снять офис Арсенала и взять интервью у главы компании? Я не думаю, что они согласятся. Впрочем, направьте письменный запрос в наш юридический отдел. Они им займутся. Мы по поводу Калашникова. Без комментариев. Правительство Соединенных Штатов в последние 10 лет возмущается тем, что в России налажен выпуск контрафактных DVD. Само слово «контрафактный» у большинства ассоциируется с видео и аудиопродукцией. Редкий день в России проходит без эффектных кадров по телевидению, когда бульдозер уничтожает тонны дисков. Но в жизни все сложнее. В самом сердце игорного бизнеса США, Лас-Вегасе, ведутся другие игры. И контрафакт здесь не обычный диск, как в России, а современное оружие, из которого, кстати, свободно можно пострелять. Сначала короткий контроль. Нажимаешь на про, окей? Есть вопросы? Да, а это так раз импортные или сделаны в США? Комплектующие румынские, но собран здесь, в Лас-Вегасе. Арсенал? Да, Арсеналаровс. Готовы? Да. Стреляйте поаккуратненько. А винтовки, сделанные Арсеналом, вы тоже называете АК, как русские? Да, потому что конструкция такая же, как у русских автоматов. То есть это не новая винтовка, это просто новая модель. Да, все в основном то же самое, как и АК, только отличие в двойном курке. Американцы, как и весь мир, давно в плену стереотипов. И бренд Калашников, за чистоту которого сейчас борется Россия, у них ассоциируются с терроризмом. Даже видные политики не уходят от штампов. Если убийца или террорист захочет купить автомат Калашникова, в ответ он услышит только одно слово. Конечно! Этот упрек в адрес администрации Буша во время предвыборной кампании остался неуслышанным. И как оказалось, купить контрафактный Калашников, собранный при помощи отзывчивых болгар, действительно не так-то сложно. Достаточно просто зайти в местный магазинчик. Америка – страна неограниченных возможностей. Вы продаете АК? Можете показать что-то? Держите. Сколько это стоит? 425 долларов. Это американский или... Нет, похоже, это все-таки румынского производства. Румынский. Вы продаете АК российского производства? Если есть в наличии. А у вас есть американские АК? Да, это совершенно другой. Лас-Вегас, Невада, США. Вы знаете, кто это делает? Правительство? Арсенал. Это все равно АК, а не что-то другое. Это все-таки АК. Ну да, это практически то же самое. Отличий не очень много. Насколько он стоит? 402 доллара 95 центов. Что нужно, чтобы купить его? Что мне нужно? Ну, если кто-то хочет купить винтовку, он должен быть жителем Невады. Так как это винтовка, то покупателю должно быть больше 18 лет. Вы не можете иметь психических отклонений. У вас должно быть наличная или кредитка. Надо заполнить кое-какие бумаги. Ну и все готово. То есть вы как-то проверяете, и сколько времени за меня проверка? Ну, обычно минут 10. Правда? То есть мне не надо даже тренироваться. А если даже оружие в руках никогда не держал? Вам покажем. Так просто. Но если бы мы просто отдали его, это был бы плохой бизнес. Выяснить, где же, собственно, собирают наши калашниковы из болгарских или рубинских комплектующих, так и не удалось. Производители не спешат делиться секретами контрафактного производства. А рядовые американцы уже оценили автомат, продающийся здесь по доступной цене. Американцы впрямую нарушают закон, любой закон, в том числе и международное соглашение о производстве контрафактной продукции. Мы могли бы собирать на территории России М-16, например? Нет, конечно. Они тут же подняли бы шок, потому что у нас нет такого права. А они вот там собирают. Павел Никурин просыпается очень рано. Пока жена и дети спят, он завтракает, выходит из дома к автобусной остановке. Так начинается каждое его утро в течение последних 30 лет. Вот эти в основном, которые вот сейчас рано идут на работу, это в основном все заводчане. Все наши, мы нашим заводим в воду. Классический сюжет эпохи соцреализма. Рабочие на рассвете едут на родной завод. Я не хочу судьбу иную, мне ни на что не променять. Ижевский завод – это гигантское производство, где рядом со старыми станками суперсовременные роботы. Но даже они не могут заменить человеческих рук. Автоматы, собранные на «Эжмаше», это настоящий хендмейд. Качество пока не превзойденное никем. Вряд ли Михаил Калашников, когда создавал свой автомат, мог предположить, настолько популярным будет это оружие. Вряд ли он думал, что его имя станет всемирно известным брендом. В Советском Союзе тогда и слов-то таких не знали. Теперь Россия борется с теми, кто производит автомат Калашникова незаконно. История автомата Калашникова – это, собственно, история самого Михаила Калашникова. Когда-то молодой фронтовик мечтал создать простой и надежный автомат. Природная смекалка и фантастическое везение помогло Калашникову-человеку. Он создал оружие, которому до сих пор нет равных по надежности. Конструктором я бы стал в любом случае. Страсть к изобретательству и всяким техническим усовершенствованиям была у меня с детства. Наверное, я разрабатывал бы что-то очень мирное, вроде веялок или молотилок. Но судьба решила иначе. Я стал оружейником. Автомат был в воле моего колена. О нем мечтали бессонными ночами наши раненые в госпиталях и бойцы в окопах. А я человек своего времени, своей страны, своего народа. Я не выбирал оружие. Это оружие выбрало меня. Есть какая-нибудь похожая снялась? Ну что, стоит он уверенно, уверенно, избрана за три тысячи. Сейчас ему 87 лет. Он с трудом ходит, у него скрипучий голос, но он держится. Почти всю жизнь этот человек прожил под грифом «секретно». Для родных он был всего лишь рядовым инженером на секретном заводе. Впервые Михаила Калашникова разрешили показать миру только в 89-м году. К тому моменту его автомат стал самым популярным в мире. Он идет на завод, как и все рабочие, рано утром. На галстуке заколка в виде автомата Калашникова. Сын всемирно известного конструктора посвятил свою жизнь делу отца. В этой комнате создавались автоматы, пулеметы, ручные пулеметы. Тогда, конечно, стояли кульмана в основном. Вот как сказал работа. На строительном столе я работаю 33 года. Для меня еще мой начальник, который на пенсию ушел. Он тоже лет 20 работал за этим столом. Теперь вместо трофейных немецких кульманов – компьютеры. А за рабочими столами легендарных конструкторов сменили их сыновья и внуки. Как, например, потомки знаменитого Драгунова. Сергей Евгений Федорович, Алексей Евгений Драгунов. А это внук Евгения Федоровича Драгунова, Алексей Алексеевич Драгунов. Люди в этих кабинетах не любят революций. Зачем? Оружие, созданное ими, и так лучшее в мире. Знаменитые качества Ижевского Калашникова – это результат многоступенчатой системы контроля, действующей на Ижмаше. Рабочие здесь довели мастерство сборки до совершенства. Чему удивляют заморских гостей. Я просто с ума схожу, как девушка так быстро собирает автомат. Каждый автомат проверяется несколько раз. Брак в принципе невозможен. Интеллектуальная собственность Михаила Калашникова сначала стала достоянием советского народа, а потом и всего мира. Причем почти бесплатно. Убытки в 2 миллиарда долларов в год – хороший повод задать вопрос – кому это выгодно? Был конкурс, был тендер на поставку легкого стрелкового оружия в ту же Индию. Были представлены многие фирмы. Выиграла болгарская компания «Арсенал» и поставила только в прошлом году 63 тысячи автоматов Калашникова. Это только один случай. А сколько автоматов было поставлено в тот же Ирак? Был объявлен конкурс на поставку тоже автоматов или легкого стрелкового оружия. Выигрывали опять же болгары. Это уже длится второй десяток лет. Всего через месяц после заседания ОБСЕ, на котором Россия попросила европейские страны принять меры против выпуска контрафактных Калашниковых, крупнейшая выставка обычных вооружений в Париже открывается стендами болгарской фирмы «Арсенал». Те же автоматы, те же, по мнению российской стороны, подделки. Никаких изменений. А с кем можно поговорить? Мне интерес к оружию есть. Еще нет. Никого нет еще? Сотрудники «Арсенала» прячутся от телекамеры. Дело в том, что могут разворот приклада сделать наоборот, в другую сторону, или магазин сделать несколько другой. Но это все равно чистая подделка, понимаете? Они поздно приедут. Но когда они узнают о том, что мы приходим, они, конечно, уходят от общения, потому что понимают, что это незаконно. И удивительно, что мы никак не можем уговорить людей, что нужно договориться с Российской Федерацией на законных основаниях по торговле, в том числе решить юридический вопрос и финансовый. Образ солдата, возникающий периодически на телевизионном экране, это не только привычная картинка войны. Защитный шлем, бронежилет, автомат. Все это не просто снаряжение, а товарные знаки или бренды компаний, выпускающих ту или иную продукцию военного назначения. Это миллионы долларов, потраченные из госбюджетов. Поддельные автоматы Калашникова, стреляющие во всех уголках планеты, это лишь видимая часть огромного бюджета серого рынка оружия. Но ведь подделывают не только автоматы. На любой оружейной выставке или в интернете без труда можно найти продавцов гранатометов, противотанковых комплексов и даже переносных зенитно-ракетных установок, за которыми особый контроль в век борьбы с терроризмом. Один миллиард долларов в год. Таков, по оценкам специалистов ООН, лишь приблизительный оборот нелегальной торговли оружием. Это гигантский бизнес. Жизнь оружейных баронов уже стала голливудской историей. По всему миру циркулирует 550 миллионов единиц оружия. По одной на каждые 12 человек. Единственный вопрос. Как вооружить 11 оставшихся? Как признались американцы, герой Кейджа списан с реального прототипа. Русского бизнесмена Виктора Бута, которого ООН обвиняют в создании обширной сети на нелегальной торговле оружием. Типичная судьба торговца, сколотившего миллионы в лихие 90-е годы прошлого века. 10 тысяч калашниковых на батальон. У тебя большая нехватка оружия, дядя. Надо заказать еще. Кто-то догадается. Что тогда будет? Возьмем в долю. Где проходит черта между легальными операциями по торговле оружием и серыми сделками, зачастую определить довольно сложно. Это многоступенчатый бизнес. Даже легальный белый рынок торговли оружием, где все делается официально и под контролем государства, не обходится без услуг посредников. Важнейшая специфика этого рынка – это наличие института посредников или комиссионеров. С одной стороны, это действительно создает такие коррупционные моменты, но с другой стороны, это просто правила игры. Практически у вас нет шансов продать в подавляющее большинство стран, не во всех, но в подавляющее большинство стран, свою систему, если у вас там нет ваших лоббистов, которые, конечно же, должны получить после заключения сделки определенные вознаграждения. Оружие – слишком лакомый товар. На нелегальной торговле этим товаром в свое время погорели сыновья Франсуа Миттерана и Маргарет Тэтчер. Они продавали оружие в Африку турнами. Черный континент всегда потреблял много смертоносного товара. До сих пор мировое сообщество не выработало эффективных инструментов контроля за продавцами оружия. Если на государственном уровне этот рынок регулируется законами, то его нелегальная часть до сих пор снабжает смертоносным товаром всех, у кого есть деньги. Люди всегда убивали друг друга. Только сейчас одни научились это делать при помощи более качественного оружия, а другие извлекают из этого прибыль. Обращение конструктора Михаила Калашникова к участникам конференции по победе с незаконной торговлей оружием. Альфред Нобель сделал величайшее открытие. Изобрел динамит. Но волей политиков это изобретение принесло смерть миллионам жителей нашей планеты. Похоже, история повторяется. Но на сей раз я призываю вас к мудрости. Михаил Калашников. Оружие всегда было рядом с человеком. За последние полвека в мире выпущено около 100 миллионов автоматов Калашникова. За каждым автоматным выстрелом своя судьба, своя история, своя трагедия. Все зависит от того, в чьих руках оружие и с какой целью оно используется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok